Здравствуйте! На государственном телеканале Западная Армения очередной выпуск новостей. Сегодня в эфире лекция президента Арменака Абрамяна. Зобра по нациканям встретился с председателями Минской группы ОБСЕ Анна Нагдалян. Армия обороны ведет тяжелые бои и отражает наступление вооруженного до зубов противника Ваграм Пагусян. Потери противника на 13 октября. 220 жертв, 5 БПЛА, 7 танков и бронетранспортеров. Азербайджан продолжает атаковать Арцах при поддержке Турции. На территории Турции заблокированы официальные сайты ряда армянских госведомств. Изменение климата угрожает Тареху, Вана. Президент Западной Армении Арменака Абрамян выступил с лекцией. В начале лекции президент рассказал об армянском Нагоре и происхождении армян геополитической ситуации в разные исторические периоды. Затем он обратился к ситуации на Ближнем Востоке и в Западной Армении в конце XIX – начале XX века. Основная часть лекции была посвящена геноциду против армян и сербскому мирному договору. Президент подчеркнул, что сербский мирный договор имеет большое значение для армянского народа, и его выполнение – это единственный способ установить мир на всем Ближнем Востоке. Лекция на французском языке доступна на нашем YouTube-канале и также на нашем сайте. В рамках официального визита в Россию министр иностранных дел Армении Зураб Нацаканя встречается с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и личным представительством действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспышиком. Об этом сообщает пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Анна Нагдалян. Это официальный визит главы МИДа Армении в Москву запланирован еще до возобновления войны в Нагорном Карабахе. Вчера в Москве Зураб Нацаканя встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым. Главной темой обсуждения двух министров иностранных дел стало урегулирование Карабахского конфликта. Пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха подчеркнул, что армия обороны ведет тяжелые бои и отражает наступление вооруженного до зубов противника. Азербайджан продолжает грубо нарушать режим гуманитарного перемирия и с раннего утра начал широкомасштабные военные действия по всему периметру передовой, сообщает пресс-секретарь президента Арцаха Баграм Багусян. Армянский Единый информационный центр обнародовал сведения о потерях противника в течение прошедшего дня. Согласно этим данным поражены еще пять БПЛА, семь единиц бронетехники, один самолет, есть 220 погибших. По положению на 13 октября ВС Арцаха подбили 16 вертолетов, 18 самолетов, 173 БПЛА, 521 единицу бронетехники, в основном танки, 86 единиц автотранспорта, 4 РСЗО, смерч, 4 тяжелые огнеметные системы ТОС-1А, 1 РЗСО, ураган противника. С азербайджанской стороны имеются свыше 5139 погибших. Вопреки соглашению о прекращении огня, подписанному между Республикой Армении и Азербайджаном, 10 октября Азербайджан при поддержке Турции продолжает бомбить Арцах. Война против Арцаха началась 27 сентября с нападения Азербайджана. Турция интенсивно поддерживает Азербайджан, поставляя военные самолеты, беспилотники и членов террористических группировок из Сирии. В то же время турецкое государство является основным препятствием для мира и диалога в регионе. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Колым в заявлении от 9 октября заявил, что деоккупация Арцаха является предварительным условием для постоянного прекращения огня в Карабахе. Эти заявления являются доказательством того, что Турция ведет войну. На территории Турции заблокированы официальные сайты ряда армянских государственных ведомств. Как сообщает Армен Пресс, со ссылкой на artigerceg.com, согласно публикациям в турецкой прессе, заблокированы в частности сайты президента Армении, правительства и всех министерств. Отмечается, что при попытке зайти на указанные сайты с территории Турции на экране появляется запись «Заблокированная страна Армения». Ученые, изучающие влияние изменения климата на эндемичные виды рыб, озер Ван в Западной Армении считают, что ванский тарах находится под угрозой исчезновения из-за повышения температуры. Тарах не может размножаться в водах озера Ван, поскольку она богата содой. Поэтому неимоверными усилиями рыба карабкается вверх по течению маленьких рек, чтобы откладывать икринки. Повышение температуры и вместе с этим уменьшение воды в реках отрицательно сказывается на рыбе. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Сасун Асгакракан ансамбль. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь миром!